Римская империя Свастика везде есть. Странно, да? А вопрос, а где же в римской мифологии и так далее применялась свастика? Да нигде не применялась. Просто они придумали, допустим, то же самое Помпею, я уже много раз говорил, не буду повторяться. Не в 79-м, не в августе 79-го года нашей эры, извержение Везуя было, а, кажется, в 1637 году, что доказано уже. Они это говорят, что произошло в 79-м году нашей эры. Извините, есть карты, я уже, кажется, выставлял, я эту карту, кажется, выставлял в своей автобиографии, где показывал, что на карте, реальной карте античного века, которую не уничтожили. То есть, второй-третий век нашей эры, никакой римской империи не существует. А большая часть Европы занимает территорию Славяно-Римской империи, которая еще за Уралом, не только до Урала была, но и за Уралом доходила до, так сказать, до современной Германии, включая. Но уже часть территории откололись. Да, был Рим, была Италия, вместе с Францией они Галию создавали, такое государство. Но римской империи там нет. А цели? Что? А цели? Написать можно все, что угодно. Потому что все библиотеки древнего мира почему-то дружно сгорели. Остались только яркие копии, которые были напечатаны в 15-16 веках. В подарочном большинстве. Так, извините, если горят оригиналы, а остаются копии, все почему-то оригиналы сгорели, а все копии почему-то остались цело невредимые. Дальше не нужно объяснять или не надо? А монеты? Монеты все есть? Монеты-то есть, только, понимаете, объяснение можно дать им совершенно другое. Придумать можно, что это за монеты, кому они принадлежали, можно совершенно по-другому интерпретировать то, что написано. А Македонский? Македонский-то был. Только, если вы знали, если почитали Вересову книгу, которую почему-то отрицают, хотя фотографии сделаны были, я надеюсь, в ближайшее время я получу, если, конечно, те не припугались, кто ее владеет частями, те пластинки, которые никто никогда еще не видел. То, что Миролюбов сфотографировал и переписал, только малая часть того, что с собой привезла княжна Анна, когда вышла за французского кираля Генриха Первого. Так вот, даже то, что написано, то, что уже есть, Александр Македонский называется Черным Войном. Хотя он славянин, знаете, македонцы славяне, и были, и есть. То есть грекам они в том плане, как называться Грецией, и Греции тогда, в принципе, не было. Извините, скажите, посмотрите даже те скульптуры, изображения древних греков и сравните с современных греков. Они похожи? Близко не стояли. Да ничего подобного. Извините, Турки, Турецкая империя, Османская империя, во-первых, захватила Кансинополь в каком веке? В XVI веке. Только лишь. До этого ничего не было. Вопрос. Каким образом? За такой короткий срок, современные греки превратились. То, как они превратились. Кстати, Турки, в большинстве своем случае, если вы возьмем элиту турков, так? Янычары, были славяне по национальности. Знаете об этом, да? И Оттаманская империя, Османская империя, как у нас говорят, а на Западе, знаете, как она произносит? Оттаман импайра. Не Османская империя, Оттаман импайра. Потому что в свое время, просто казачья ватага захватила власть на большой территории. И долго держала эту власть. Потом они поставили султана. Султан, между прочим, тоже титул славяно-арийский, а не азиатский. Хотя Азия, это опять-таки Асия. Асы. Асия, а не Азия. Относится не к тюркским народам, а славяно-арийским. Асы, это живущие боги на земле. Так называли. Это асами называли. То есть те боги, которые жили на земле, их называли асами. Великая Асия, которая существовала 100 тысяч лет назад. И погибла в конце 18 века, только лишь. В 1775 году. Ее назвали по-разному. Сами жители называли Великой Асией. А не наоборот. Но это долгий разговор. Так что, много чего такого любопытного есть, которое нужно учить. Поэтому Римская империя была создана для того, чтобы... Во-первых, то же самое латинский язык, мертвый язык. Он всегда был создан мертвым языком. Для того, чтобы вскрыть реальную историю, реальные факты, прошлое. То, что вся территория не только до Урала, но до Атлантического и Западного моря, океана, как называли. Была единая территория Славянской империи. Куда входила и Персия, и Ближний Восток, и Египет, и Север Африки. Это была огромнейшая территория. А потом очень многое, что поменялось. А потом много чего поменяли, много чего извратили. И чтобы скрыть... Вспомните тот же самый один из приказов Петра Первого. Что свести в столицу все книги для того, чтобы снять копии. Кто не привезет, тому секир башка. Хорошо. Вы знаете, что, опять-таки повторюсь, что Славянский монастырь осаждали несколько лет, чтобы получить книжки. Армия осаждала. Хорошо, но, допустим, так. Где копии тех книг, которые свезли к Петру Первому, чтобы снять копии? Где копии этих книг и где оригиналы? А ведь свозились книги? Свозились, правильно? Что с ними сделали? Уничтожили. Так вот, все, что находили, факты, которые находили, которые разоблачают, уничтожались. Уничтожали безжалостно. Чтобы можно было фальшивку, которую сделано. Та же самая, опять-таки, недавно, несколько месяцев назад сообщение было, что капиталистская волчица, которая в гриме стоит, статуя создана в 14 веке, а не до нашей эры. Те же самые Помпеи, которые откопали в 18 веке, не пришли, в 19 веке, откопали. Раскопали фрески, на которых копия трех Грации Рафаэля. Неплохо, да? Рафаэль уже в 15 веке, написал свою картину, а там копия на фреске, на стенах. Так что получается? Или Рафаэля содрал, подземную увидел, телепатически увидел, снял картину трех Грации. Я понимаю, что три женщины нарисовать были тогда, но когда совпадает 100%, даже движение положения рук, поворот голов, все, 100% совпадение. Ну, извините, я не верю, что это случайно взялось, совпала фреска, нарисованная, засыпанная пеплом и камнями Помпеев в 79 году, из картины, нарисованной Рафаэлем в 15 веке. Ну, не верится мне почему-то. Может, такой неверующий, Фоман неверующий. Не знаю, может, вы верите. Это ваше право. Следующий вопрос.